Не бойся проявлять свою уникальность и оригинальность. Доверься своему внутреннему «я» и не сравнивай себя с другими. Проявляй свою открытость к новым идеям и будь готова к постоянному самосовершенствованию. Проявляй свою открытость и будь искренней. Это поможет тебе стать лучшим в своем деле. И, конечно, слушай своего мастера и педагогов. Они многому тебя научат. А вообще первый курс для студентов театрального вуза — это самое важное время. Вы создаете свою семью среди большой-большой семьи театральной. И когда вы приходите, вам нужно в первый год ответить на такие вопросы, как «Готов ли я посвятить себя всему этому делу?» и «Нравится ли мне то, чем я занимаюсь?» Потому что я знаю людей, которые приходят в театральный и думают, что это легко. Это совершенно нелегко, это очень тяжело и требует очень многих затрат. Что касается совета, на первом курсе я бы дала совет раскрепощаться, не стесняться и снимать зажимы, потому что потом это будет сделать очень-очень сложно. Я когда поступила на первом курсе, выходила показывать память физических действий, и у меня безумно краснели щеки. Я не понимала, почему это происходит, мне было страшно, как-то неудобно. У меня вообще понимания отсутствовало. И после первого экзамена нашего ко мне подошел преподаватель по актерскому мастерству и сказал, что ты думаешь о том, как ты выглядишь на сцене, а не о том, что ты делаешь на сцене. Я это осознала, мне это помогло, и это все прошло. Еще я хочу со студентами первого курса поделиться фразой мастера нашей школы, Анны Леонидовны Большовой. «Не бойся бояться». Эта фраза мне очень-очень помогла. Я ее вспоминаю перед всеми спектаклями, показами и съемками. И я надеюсь, что ребятам это тоже очень поможет. Я советую первокурсникам быть смелыми и активными, и участвовать просто во всем, что предлагает театр. Не бойтесь ошибаться, лучше один раз попробовать и ошибиться, чем не попробовать вовсе. Будьте активными, открытыми, доброжелательными и не упускайте шансы. Делайте все, что вам задают, берите все, что вам дают, и вы потом поблагодарите себя. Годы пролетят незаметно, и наслаждайтесь этим временем. Удачи! Наверное, самый важный совет, из которых бы я хотел дать первокурсникам, это уважение других, а именно ставить себя на место других, то есть не вести себя так, будто бы ты один живешь в этом обществе, в этом кругу, так сказать, университета. Уважать как и своих однокурсников, так и учителей, это внимательно их слушать. Выполнять хотя бы 80% домашнего задания, ну, можно 60%, если в крайнем случае. И, конечно же, не игнорировать все просьбы и какие-то пожелания, может быть, советы, которые дают тебе. Их же не просто так дают. Скорее всего, это идет с добрым помыслом. Ну, и, конечно, отсеивать всякие недоброжелательные, плохие вещи, которые вкидывают вам, чтобы задеть вас, все остальное. В общем-то, живите полной жизнью, особенно в университете, потому что с этого начинается ваша новая глава жизни. И все-таки хочется же ее начать со слов «жили добро, счастливо» и понеслась так по белому листу, белым пером, белыми словами. Все. Наверное, это слушать себя, слушать свою интуицию и творить только так, как ты хочешь. Не слушать остальных и быть честным с собой, быть честным со своим творчеством и делать все в удовольствие. Не обращать внимания на других людей и не обращать внимания на их слова, какие-то принципы, убеждения. Всегда быть открытым, позитивным, наслаждаться тем, что ты имеешь и быть открытым к новому, к новым проектам, к каким-то идеям. Вот. Наверное, как-то так. Быть честным перед собой, да, потому что если тебе удастся обмануть своих коллег, мастеров, педагогов, тебе никогда в жизни не удастся обмануть самого себя. Поэтому быть честным, открытым, любить свою профессию, уважать ее, чтобы у тебя в душе было несгораемое желание развиваться. Постоянно. И только тогда у тебя будет прогресс. Поэтому, да, быть честным, открытым и любить свою профессию. В первую очередь я хочу посоветовать вам понять себя. Действительно ли вы любите это дело? Или вы пришли за вниманием или признанием? Актер — это человек, который учится всю свою жизнь. А без любви к своему делу это просто невозможно. Будьте готовы к тому, что вас будут выбирать, критиковать, иногда хвалить. Постарайтесь не расстраиваться из-за этого, а работать еще усерднее. Не только на занятиях, но и самостоятельно. Больше читайте русской и зарубежной литературы и прислушивайтесь к каждому совету вашего мастера.